Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Современный ученик проводит в школе как минимум половина дня, а потому организация школьного питания – одна из важнейших задач для руководителя образовательного учреждения. Питание в столовой оказывает прямое влияние на формирование пищевых привычек, способствует повышению успеваемости и укреплению здоровья учеников. Проверили качество работ столовых школ района на этой неделе первый заместитель главы администрации Марина Наумейко и начальник управления образования Любовь Масько. Мы ежемесячно проводим тематические проверки, чтобы быть в курсе того, какого качества продукты поставляются в наши столовые, как происходит приготовление этих продуктов. На сегодняшний день современные пищеблоки в школах оснащены всем необходимым оборудованием, которое позволяет механизировать и автоматизировать процесс обработки пищевых продуктов. За счет этого улучшено качество пищи и повышена производительность труда. Особо важно следует отметить, что практически все столовые работают на сырье, не используют полуфабрикаты и являются цехами полного цикла. Питание – это залог здоровья наших школьников. Поэтому качество продукции – это зона ответственности тех, кто работает на пищеблоке. Все продукты, используемые при приготовлении пищи, имеют сертификаты качества и реализуются в соответствии со сроками хранения. Особый подход у руководителей учреждений к составлению цикличного меню. В нашей школе 10-дневное цикличное меню. Цикличное меню нашей школы прошло экспертизу и уже на протяжении нескольких лет пользуется популярностью и его используют школы нашего района. Наши дети с удовольствием едят в нашей столовой. Благодаря федеральной программе по реконструкции пищеблоков в 2013 году была капитально отремонтирована столовая школы номер 43. Построены необходимые дополнительные цеха. Полностью приобретено технологическое и холодильное оборудование, что гарантирует качество приготовления пищи. Всего ремонт произведен на сумму 1 миллион 728 тысяч 3 рубля. Оборудование современное, в том числе павоконвекционная машина, закуплено на 3 миллиона 500 тысяч рублей. И столовая, конечно, приобрела другой вид. Особая гордость школьных столовых – это наличие пароконвектомата, универсального теплового оборудования, которое дает возможность приготовить диетические блюда для детей. Для того, чтобы составить меню, по которому мы работаем, мы в первую очередь проводим анкетирование наших детей. С той целью, чтобы выяснить, что именно они хотят, что они любят. Безусловно, полная ответственность за питание, за организацию питания в школе лежит на директоре, на руководителе. Поэтому каждый свой рабочий день, это знают все коллеги, работники, я начинаю с пищеблока. Создана бракиражная комиссия. В состав комиссии в числе работников школы пищеблока входят три родителя. Надо сказать спасибо огромное родителям. Они оказывают большую помощь. Очень часто родители гости в столовой. Они пробуют тоже блюда, которые готовятся для детей. Тоже им нравится. Увеличился процент охвата детей горячим питанием и в гимназии Станицы Азовской. Скажу одно, что как кормят здесь, больше нигде не кормят. Ребята принимают пищу в красивом и эстетично оформленном обеденном зале, капитальный ремонт которого вместе с пищеблоком был осуществлен в 2008 году из средств местного и краевого бюджетов. Мониторинг показывает, что детям нравится наша столовая, им нравится пища, которая всегда свежая, поскольку мы не являемся доготовочной, мы являемся столовой, которая работает на сырье. Продукты ежедневно привозим свежие, и это все подкупает. Кроме того, мы, конечно же, устраиваем день открытых дверей для родителей, для того, чтобы родители могли попитаться в нашей столовой и убедить тех детей, которые не хотят по разным причинам кушать в магазин все-таки рядом, вот питаться здесь, в этой столовой. Все-таки, я считаю, горячее питание – одно из важнейших таких направлений нашей работы. Еще одним положительным моментом в организации питания школьников района следует отметить, что поставка продуктов питания осуществляется преимущественно кубанскими производителями. Я хочу обратиться ко всем родителям и пригласить приходить в наши школы, в наши сады и смотреть, и участвовать вместе с нами в контроле за организацией питания. Траурное мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошло у мемориала воинам-интернационалистам в парке культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина в станице Северской. Почтить память воинов, защищавших интересы России в локальных конфликтах и отдавших свои жизни за мир во всем мире, пришли исполняющие обязанности главы Северского района Марины Наумейко, глава Северского сельского поселения Игорь Крикун, представители ветеранских организаций района, родственники погибших, а также школьники и студенты. Память об ушедших в, казалось бы, мирное время еще свежа в сердцах родных и близких, но некоторые раны, время не в силах залечить. Годы идут, но память о каждом герое России, отдавшем свою жизнь во имя будущего нашей Родины, навсегда в наших сердцах. Оно передается из поколения в поколение. И так будет всегда, пока мы живы, пока живы наши дети, потому что именно вот по таким примерам сегодня учатся подрастающие поколения быть достойными гражданами Великой России. По окончанию мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориалу погибшим в локальных конфликтах воинам и почтили их память минутой молчания. Чечня, Афганистан, Сирия. События, произошедшие совсем недавно, рано или поздно станут историей. И на наши плечи возложена миссия сохранить любую память о тех временах без искажений, лжи и умалчивания. Родственники погибших воинов посетили открытие выставки «Россия под прицелом» в стенах историко-краеведческого музея Станицы Северской, где эта самая история оживает в предметах. Здесь в выставке представлены фотографии тех ребят, которые были призваны из Северского района и, к сожалению, погибли в этих событиях. Почему мы открываем эту выставку сейчас? В связи с тем, чтобы напомнить людям о том, что эти события были. Периодически, к сожалению, эти воины, эти участники этих событий забываются, стыдливо умалчиваются какие-то события. Но мы бы хотели, чтобы все-таки жители нашего района помнили об этих событиях. В Краснодарском крае в седьмой раз реализуется социальный проект «Твори добро», призванный привлечь внимание общественности к проблемам детей, имеющих онкологические заболевания. Проект включает череду добровольческих мероприятий в период с 1 по 15 февраля, в рамках которых волонтеры Кубани помогают детям в лечении онкологических заболеваний. Завершающим этапом проекта стала акция «Мы вместе» и вместе с ней надежда на то, что каждый заболевший ребенок обретет здоровье. В Международный день детей, больных раком, на площади Пересеверским домом культуры собрались волонтеры и неравнодушные жители района, чтобы в поддержку маленьким пациентам с пожеланиями о выздоровлении выпустить в небо красные шары. Ежегодно в России более 5000 детей ставят страшный диагноз онкологии. Миллионы людей, жертвы денежные средства на лечение тяжелобольных детей. И только объединившись, все вместе, неравнодушные к чужой беде, мы сможем успеть спасти еще одну детскую жизнь. Мы вместе! Славной традицией в Северском районе стало проведение смотра классов казачьей направленности. Очередной конкурс строевой подготовки юных казачат организован управлением образования 15 февраля на базе школы номер 17 поселка Ильского. Почетные гости торжественного открытия смотра обратились к конкурсантам с напутственным словом. Дорогие ребята, сегодня вы в этом зале покажете то, чему научили вас ваши наставники, чему научили вас ваши педагоги. Каждый казак, зная все заповеди Божьи, не только знал, но и жил по этим заповедям. Пусть Господь всегда хранит мир, душевное спокойствие и благословляет на ратные дела. Я от всей души хочу пожелать вам сегодня успехов. Пусть победит тот, кто действительно достоин высокой чести, быть казаком. Гостей и участников смотра порадовал своими талантами творческий коллектив Ильского дома культуры. Станцем «Давай дружить». В районном смотре приняли участие более 350 казачат из 19 школ района. Все ребята входят в состав союза казачьей молодежи Кубани. Казачатам предстояло продемонстрировать строевую выправку, мастерство перестроения, прохождение строевым маршем с песней и показать себя достойными преемниками, традицией предков, патриотами своей малой родины Кубани. И нельзя не отметить, что все это благодаря повседневной воспитательной работе всего коллектива, каждый из школ. А коллектив телерадиокомпании «Атаман» от всей души желает юным казачатам атаманской удали в делах и начинаниях. Праздничное мероприятие прошло в Ильском доме культуры. Школа номер 14 приняла в ряды юных казачат новое поколение учеников четвертых классов. В торжественной церемонии посвящения «Атаман» Ильского казачьего общества Виктор Пикалов подчеркнул, что казак – это не звание, а образ жизни и будущее России Кубани. Мы за днемся казачатам, каждый будущий герой! С казанком и китручатам мы за днем стоим горой! Праздник действительно стал памятным и радостным для юных казачат. А значит и добрые казачьи традиции, любовь к родине, трудолюбие, воинская честь и отвага смогут поселиться в сердцах, помыслах и действиях ребят. Перед вами стоят третий нерегкая задача для тебя. Во-первых, хорошо учиться на благо нашего отечества, закончить нашу родную 14-ю школу, стать взрослыми, вернуться в Икске и продолжать наши достойные традиции наших дедов, прадедов, отцов. Казачьему роду нет переводу. Эту народную истину с уверенностью подтверждают наши казачата. Более полутора тысяч школьников Северского района наносят это почетное звание. Нужно отметить, что такие мероприятия, востребованные самими детьми, педагогами, позволяют объединить и скоординировать усилия учреждения образования и культуры в патриотическом воспитании юной смены. Мы за тебя, отчизна в ответе! Наша светлая гордость! Россия! День открытых дверей, посвященный Дню молодого избирателя, прошел в стенах районной администрации в Станице Северской. Сотрудники территориальной избирательной комиссии Северского района в преддверии открытия избирательной кампании кандидатов в президенты Российской Федерации ознакомили студентов среднеспециальных учебных заведений района со всеми тонкостями избирательного права, а также подробно рассказали о самой процедуре проведения выборов. Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Захарченко рассказал об особенностях работы избирательной комиссии. Поднимались темы информирования населения и предвыборной агитации избирателей. В конце встречи была проведена викторина на знание правовых аспектов участия в выборах. Активное избирательное право – это право проголосовать, пассивное – это быть избранным. По итогам викторины самых активных студентов награнили сувенирами. Каждый из присутствовавших получил информационные буклеты, посвященные грядущим выборам. Осознанное желание выражать свою гражданскую позицию и участвовать в политической жизни своей страны – это черты, присущие любому представителю современного гражданского общества. Жить и работать в котором совсем скоро предстоит сегодняшним студентам. Рабочая сессия Совета депутатов Станицы Северской прошла в сельской администрации. Совместно с главой северского сельского поселения Игорем Крикуном депутаты обсудили насущные вопросы, в числе которых было внесение изменений в местный бюджет и организация работ по благоустройству территорий. Но главной темой на прошедшей сессии было чествование юных спортсменов. Юношеская команда по футболу, состоящая из ребят 2002-2003 годов рождения, вернулась с первенства по мини-футболу Южного федерального округа, где заняла первое место. Медали, почетные грамоты и кубок ребятам вручил лично глава поселения. Как признались сами спортсмены, времени расслабляться у них нет. Юным чемпионам предстоит защитить честь района на всероссийских соревнованиях, которые пройдут 21 марта в Нижнем Новгороде. Впереди усиленные тренировки и тяжелая работа, которая предстоит не только самим ребятам, но и тренерскому корпусу. Сейчас задача ребят тренерского штаба найти финансирование и, соответственно, подготовить команду качественно должным образом, чтобы там выступить достойно и представить уже полностью Южный федеральный, Северокавказский федеральный округ командой, которая будет представлять наш северский район. Развитие спорта в районе идет семимильными шагами. Доказательство этому наши чемпионы и довольные их успехами наставники. Такие молодые, но уже очень упорные и целеустремленные спортсмены – гордость района и отличный пример для сверстников. Даниил Беспалов, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». Уважаемые телезрители, мы ведем свой репортаж из самого большого детского сада Северского района. Каждое утро наши родители спешат на свою работу, а мы торопимся наш второй дом – дом детства, где нас любят и ждут. Я узнал, что у меня есть огромная семья – и тропинка, и лесок, поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Здесь нас учат заботиться друг о друге, уважать старших, любить и беречь природу, землю, на которой мы живем. Сейчас в Евральские окна, скоро наступит весна, а это значит, что пора выходить на наш огород, как это делают взрослые дома. Есть у нас огород, и я вам сейчас его покажу. А вот и наши друзья на огороде. Расскажите, чем вы занимаетесь? Сейчас мы занимаемся посадкой чеснока. Как это делать, мы вам расскажем. Для посадки лучше всего брать большой чеснок, он более крепкий. Половку чеснока надо разделить на отдельные зубцы. Из каждого зубца вырастет по отдельной головке чеснока. Теперь наши зубцы готовы для посадки в почву. Кровями взрываем почву, делаем борозду и по очереди сажаем зубцы в борозду, но не совсем глубоко, чтобы нежным листикам было легче пробиться сквозь землю к солнышку. Сажаем зубцы хвостиком вверх, из них вырастут листья, а из нижней части корешки. Теперь мы прикрываем наши зубцы, как одеяло рыхлой землей. Теперь поливаем готовую грядку водой из лейки. На грядке ставим табличку с соображением чеснока, чтобы все дети из детского сада знали, что посажено на этом месте. Ты чеснок уродись, ты расти глубоко вниз, и над грядкой над землей выкинь листик молодой. Впереди у ребят много работы на посадку. Манков, редис, кабачок, томат. Мы бережно относимся к земле и ждем от него богатого урожая. Наши родители, дедушки и бабушки, не волнуйтесь, у вас растет достойная семена, трудолюбивая, любящую родную купанскую землю. А сейчас мы вас приглашаем в наш дом. С самого порога видно, кто живет в этом доме. В нем живут дети. Приглашаем вас на второй этаж. Поднимайтесь со мной. Скоро День защитника Отечества. К этому празднику мы создали мини-музей военной техники, где представлено разнообразие войск российской армии. Дэвид, а что ты здесь рассматриваешь? Это красная памятная книга, в которой собраны истории героев, защитников, близких и родных ребят из нашего сада. Сейчас в ней 37 историй. Но у памяти нет конца, как и нет последней страницы в этой книге. Вот посмотрите, это мой дедушка. Сейчас я расскажу вам историю моей семьи в истории России. Моего дедушку зовут Валерий Владимирович Гриненко. Он майор, военный летский инструктор. Он летал на истребителе. Подготовил около 40 военных летчиков. 80 раз прыгнул с парашюта. Сейчас дедушка на пенсии и работает юристом. Спасибо, Давид, за твою историю. Мы будем бережно хранить память о великих подвигах наших мам, пап, дедушек и бабушек. 23 февраля. День российской армии. Велорудия поляр всех салютом радуют. Шлют они от всей страны благодарность войнам, что мы живем без войны, мирно и спокойно. Дед мой в армии я служил, у отца награды. Вот и я давно решил, что пойду в солдата. Знаю, нужно позрослеть, нужно стать взрослее. Ну и я себя вести по-морски умею. Защищаю во дворе маленьких и слабых. Исправляю в феврале день армейской славы. Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. Попрошу меня принять в армию заранее. Мы поздравляем всех, кто защищал и защищает нашу великую Родину и Россию. С праздником желаем здоровья и удачи во всех делах. Мы с ребятами приготовили для всех защитников нашей Родины музыкальный подарок. Стоит лишь приоткрыть дверь. День армейской славы. День армейской славы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»